Всем привет! В нашей любимой игре Клондайк было временное обновление. У нас появились лабиринты. Лабиринты состоят из четырех островов, которые можно очистить полностью. Можно не дочищать, главное выбрать все, что нужно, ресурсы. Но приза, первую лабиринту я расчистила полностью, я не получила. Первый лабиринт, никакого приза за расчистку. Второй я немножко не дочистила, решила, что не хочу тратить столько энергетиков. Раз я выбрала нужный ресурс, и вот я пришла на третий. Тут у нас есть, стоит торговец, в котором можно меняться. Я уже поменяла мини-пекарню, и в ней можно делать дополнительные энергетики. Теперь я еще хочу головоломку. Это рулетка, в которой можно будет выиграть хорошие призы каждый день. И, конечно, дочищу все острова, потом будем смотреть. Так, я поставила помощь. Но помощь, в принципе, я смотрю, пока мой компаньон не играет, я могу убрать. Я, наверное, отменю пока всю помощь. И почищу его сама. Главное что? Главное на острове понаходить 15 вот таких сундуков. Плюс еще бывают такие, как монетки на один удар. И три, получается, шарика таких стоят для прохода на следующий, типа, кусочек участка, чтобы можно было получить главный приз этого острова. Я съездила, сделал. Видите, еще очень хорошо падает с этих ящиков энергетики. Скажите, я вам скажу, я сделала себе дополнительную энергию, потому что энергии ушло очень много. Я уже начала вычищать острова просто плюс 40. Мне стало жалко. Сбегала к своим королям, пожарила лисички и вернулась на этот остров дочищать. Я просто не вижу особого смысла сейчас вычищать остров полностью. И я решила этого не делать, потому что на каждое из таких четырех островов уходит в среднем 8 тысяч энергетиков. Энергия. Обычно я всегда вычищаю и получаю приз за расчистку. В этот раз как-то решила обойтись без приза. Затрат идет намного больше, чем этот приз. Да, вот пекарня это достойный подарок. Оно того стоило, как говорится. А так я просто сделала на втором острове и убрала все мелкое, чтобы увидеть, чтобы ничего не пропустить, чтобы собрать все чемоданчики. Вот такие вот. Фундук был весь собран. И я сделала. Тут переход делается прямо на острове. Нажимаете, здесь появляется кнопка вперед. Когда вы убираете главную цель этого острова, и вы передвигаетесь на следующий остров дальше. До тех пор, пока вы не нашли и не открыли главное, как говорится, сокровище острова, проход у вас закрыт. Вы можете быть только на этом острове. У меня остался ведь этот остров, еще один, и я получу награду. У меня осталось 4 дня для прохождения этих двух островов. Но, в принципе, если есть энергетики, при большом желании, минут 30-40, и на острове делать нечего. Он делается быстро. Да, это если убирать полностью. Вот, в принципе, на этом острове даже еще больших камней не видела. На втором, самый большой камень был, это 165 ударов глина. Первый, конечно, был вычищен полностью, но результат не обнаружен. Так. Видите, тут лабиринтами, тут полностью не... Так, плюс 10 сейчас. А где я могу взять плюс 10? А, в складе. Да, преимущество этого обновления. В этом обновлении нам не нужно возить энергетики с острова на остров. Это очень удобно. И все, что мы находим на острове, сразу идет к нам на главный остров, на склад. Получается, нам доступны наши коллекции, нам доступен наш склад на главном острове. И это очень хорошо. Нам надо тратиться на переезды, на перелеты, на это все время. Время и возить туда-сюда ресурсы. Что очень удобно. Просто открыл свой склад, взял, что хотел, и все. Единственное, что потом со временем чуть-чуть я возвращаюсь на домашнюю станцию и прибираю пока мислисички, чтобы случайно их не взять, чтобы потом лучше присобрать их, поехать и сделать энергетиков. Потому что так вы тратите лисички, вы получаете плюс один, а с лисичек можно сделать посущественнее. Поэтому, как говорится, вот единственное, что нужно возвращаться и убирать их, чтобы они не мешались, чтобы не тратить их бессмысленно на плюс один. Видите, уже я только пришла, с вами вот сколько записываю, буквально чуть-чуть, у меня уже три лисички опять есть. Хотя, перед тем, как ехать на этот остров домашнего, вернее, нажимать кнопку, я убрала всех лисичек, все переработала. У меня не было ни одной лисички. В принципе, видите, открывается доступно, быстро. Жалко, конечно, что я потратила очень много плюс 40. Ну, потому, в принципе, можно было бы поменять коллекции рогов. Ну, дело в том, что я их принципиально не меняю по камесь. Я еще собираю пекарни. Да, у меня есть, по-моему, 20 пекарей, но я считаю, что этого мне недостаточно. Если бы я все время сидела безвывозно в игре и все время заходила, делала-делала, да, я могла бы запастись нормально. Ну, я играю набегами, то и играю, плюс я играю в другие игры, плюс какие-то там дела. Получается, даже учитывая, что 20 пекарей, я все равно, допустим, тысячу, две, три энергетиков наделывать не успеваю. Острова появляются у нас очень быстро, и между островами, да, я успеваю немножко поднакопить, но мне этого мало. Поэтому я считаю, что мне для нормальной работы надо 30-40 пекарей. Вот тогда мне хватит. Конечно, у каждого это индивидуально. Может быть, кто-то там может уделять игре больше времени, и тогда у него энергетики накапливаются. Или просто набегами включать игру. Даже есть многие, которые играют даже на работе, просто включают игру, там что-то сделали, и занимаются своими делами. Это зависит от того, где вы работаете, и вообще вы работаете, учитесь, и вообще это все индивидуально. Так что мне пекарня... Я бы, допустим, сейчас с удовольствием выменила бы еще одну пекарню. Мини-пекарню. Да, тут, конечно, не все так хорошо, как бы я хотела в ней. В ней нету плюс 40. Но... Все же, не за изумруды. Что-то я в этот край пошла, и очень неудачно, скажем. Хотя вот чемоданчик я уже почти нашла. Постоянно мешаются вот эти вот грибочки. Обратите внимание, выпадает много золота, выпадает много коллекции рогов, что очень чудненько. Но все же... Так, тут сколько? 64. Наверное, мне надо было его убирать. Сейчас мы его уберем. Сейчас пойду плюс 40, съем. Видите, у меня всего осталось и 580 плюс 40. Потому что очень много ушло на предыдущем острове. Я понимаю, что, в принципе, мне энергетиков должно хватить на всю расчистку этих островов. Но дело в том, что, помимо этих островов, еще есть постоянные, на которые тоже нужны... Видите, очень хорошо отсюда выпадают энергетики. Допустим, если вы планируете чистить остров полностью, то, убрав такой, быстро поев, вы можете себе восполнить и убрать большой камень. Ну, вот, еще, видите, выпала сокровищница плюс один удар. Так, открываем сундук. Чего его держать-то? Сейчас поставлю на пау, вот чуть-чуть приоткрою, потом покажу, как будет выглядеть до третий остров минут так через пять. Ну, что ж, я вставила паузу, пару минут брала, чтобы немножко открыть. Я нашла этот вход, вот этот вход. Талисманы, это вот такие кругленькие мы открываем. Раз. Ну, и, кстати, открываем и чемоданы уже, в принципе, все. Больше, по идее, чемоданов уже нету спрятанных. Я все нашла. И, в принципе, на острове можно уже и не дочищать. Нет, ну, я не вижу просто смысла тратить. Конечно, там ресурсы хорошие, но особого смысла тратить энергетики я не вижу. Хотя обычно раньше, да, я очистила острова полностью, когда давали подарок. Может быть, здесь будет общий подарок за четыре острова, я не знаю. Но я думаю, что даже если я этот подарок продеваю, главное, что я смогу выполнить все квесты и получить. Пекарню я уже получила. И все остальное, что тут можно получить интересно, я получу и так. Так, ну что, открывается? Да, открыть. Сокровище открыто. Можно брать сокровище. Сейчас возьму сокровище и посмотрю, сколько уж у меня получается уже вот этих камушков. Так. Ну, пока она там вынимается, еще раз внимательно осматриваю территорию, чтобы ничего-ничего не прозевать. Итак, я напоминаю, это третий остров. Третий, не остров, лабиринт. Третий лабиринт. Ну, читавая, сейчас приму, посмотрю, сколько уж у меня всего. Так, вот еще пропустила два. Тут, видите, даже на этих лабиринтах не написано, сколько процентов я расчистила, сколько не расчистила. Ну, верно, тут действительно это не столь важно. Так. Склад. Продукция. Пекарню я уже сделала. Я смотрю, еще надо пекарню хватать. И здесь прикол в том, что здесь мы не видим, как на других местах было ограничителя. Допустим, можно только одну штуку. Но, честно, что, по идее, может быть, я смогу собрать еще и на вторую пекарню. Допустим, место головоломки или две головоломки или две пекарни или как. Ну, типа, наверное, кому как надо. Теперь, видите, у меня появился в путь, и я могу отправляться на следующий остров. Ой, это четвертый остров. Он у нас заснеженный. Зимний. И можно начинать чистить теперь его. Ну, на этом, я думаю, видео можно заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok